коррекция натуральных ногтей на верхней формы и еще и градиент из четырех цветов устраивайтесь поудобнее мы начинаем сегодня подробное видео о том как я делаю коррекцию гелем на верхней формы это ногти моей подруги здесь мы уже относили гель-лак из коллекции runel и сейчас я приступаю к маникюру снятия выполнили и мы отодвигаем кутикулу кстати с кутикулы у нее вообще никаких проблем чего не сказать о самой форме ногтей если честно если бы не она то наверное я бы так и не научилась нормально делать ногти потому что на ней я отрабатывала и тренировала буквально все что только было можно и я даже не могу себе представить откуда у нее столько ангельского терпения навсегда соглашалась на все мои даже самые странные идеи и конечно первое с чем я столкнулась это с тем что у нее абсолютно неправильная архитектура но тогда мы просто это воспринимали как данность и думали ну вот такие вот ногти где-то плоские где-то скрученные немножко неудачные будем красить то что есть но слава богу сейчас в наше время есть технологии которые позволяют исправлять и моделировать форму натуральных ногтей кстати говоря сейчас я обрабатывала ей кутикулу фрезой с красной синей насечкой от компании биотек это наверное один из моих любимых абразивов не синий не красный что-то посередине а тут мы выполняем срез ножницами и это тоже не простая модель ножниц у них загнутый кончик они вышли относительно недавно но уже сейчас они являются просто хитом продаж и эти ножницы почти не достать поэтому если обнаружите где-нибудь на marketplace или в магазинах брать надо обязательно ссылки на все что использую обязательно оставлю в описании мы уже срезали кутикулу и переходим к шлифовке я использую для этого шар 50 диаметра и в конце сбрызгиваю все обезжиривателем это нужно для того чтобы у нас не было никакой пыли и мы могли бы оценить масштаб нашего бедствия в общем ногти растут не туда будем исправлять для начала буду использовать без кислотный праймер ну и дальше универсальная база которая идет на подложку в данном случае она идет с пометкой каучуковой это значит что она в тонком слое подвижная и эластичная но также в среднем слое она подойдет для укрепления ногтей средней длины но это не наш случай поэтому тут мы будем ее использовать как подушку безопасности прокрашиваю полностью весь ноготь слой у меня не втирающий средний адекватный вменяемый такой слой и отправляем на просушку нам нужно посушить минуту дальше я подбираю верхнюю форму по размеру и вот маленький секретик чтобы она вставала комфортно вот эти ушки лучше подрезать если у вас такая же форма как у меня а у меня сейчас формы от именьки это тоже такая торговая марка можно найти на маркетплейсах я почти все уже изрезала удобную штуку лежат все такие готовенькие в коробочке а поправлять ногти мы будем с помощью геля для моделирования он же просто самый обычный твердый гель я взяла прозрачный из тех что был под рукой это мы примеряемся где нужно будет сушить фонариком у меня всегда такая репетиция проходит потому что сушу я конечно с помощью клиента но в данном случае помогала подруга а нам надо было попасть под камеру задача была не из легких мы от репетировали и вот я уже прикладываю форму я думаю что вы заметили что форму я чуть-чуть сдвигаю вверх вот так это выглядит все изнутри мы присушили только зону кутикулы с помощью фонарика имеем возможность поправить все что вытекло после промежуточные просушки я уже могу поджать ноготь и снять форму пока вот такой непривлекательный ноготь у нас получается как и все в принципе остальные непонятной длины толстенькие корявенькие но сейчас попилим и будет хорошо по классике я использую циркуль отмеряю себе необходимую длину и с помощью фрезы убираю все что мне не нужно важно когда спиливаете так материал фрезу пожалуйста оставьте перпендикулярно ногтевой пластине и используйте не нос а более широкую часть а вот там где нужно выпилить арочку как раз таки нос я и буду использовать нам надо убрать почти все натуральные ногти они нам не пригодятся ведь они растут совсем не туда куда планировалось и не нужно прям так сильно биться за натуральный ноготь ведь когда секутся волосы мы их тоже отрезаем и ничего в этом нет такого страшного и не натурального для того чтобы доработать оставшуюся мелочь под ногтями и спилить самые труднодоступные участки я использую фрезу малышка наверное про эту фрезу наслышаны все это одна из моих любимых и когда все чисто мы готовы переходить к нашему дизайну честно признаюсь маникюр мы делали в два этапа здесь прошло уже несколько часов и вот мы готовы творить красоту я выбрала теплую цветовую гамму все номера и материалы я укажу в описании так наверное будет удобно у меня гамма в районе шоколадных или может быть мокко оттенках или что-то в цвете кофе кому как больше нравится и я планирую делать градиент из четырех цветов абсолютно на все пальцы для того чтобы начать я буду использовать самый самый светлый оттенок наношу его в очень тонкий слой таким образом чтобы мне можно было просто пропитать его прозрачной акриловой пудрой самоцвета там быть не должно по сути мы просто используем липкость все это отправляем на просушку и после вытряхиваем кисточкой лишний ахри акрил у нас получается готовая поверхность для создания градиента самый главный секрет техники по сухому заключается в тончайших слоях я не наношу гель-лаки кисточкой из флакона а использую для этого обычную гелевую кисть важно при нанесении цветов должен быть настолько тонкий слой чтобы вы видели текстуру вот этих крупинок я наношу цвета встык и как вы успели догадаться все цвета я наношу конвейером то есть на все пальцы коричневый на все пальцы цвет мокко и так далее естественно я все это не просушиваю потому что она просто не может затечь слои наитончайшие ну и кроме того градиент у нас все-таки будет размазываться на непросушенный лак поэтому сушить его здесь категорически нельзя как видите с помощью кисточки для градиентов все происходит буквально в пару касаний это самая простая техника градиента из всех возможных а для меня она в принципе выглядит как медитация я честно признаться иногда просто сажусь и чтобы прийти в себя успокоиться или поймать дзен просто сижу и раскрашиваю типсы в разные цвета так выглядит наш первый слой и теперь все вместе эти пальцы я присыпаю также акрилом единственная сложность здесь сделать так чтобы вам не попался ненужный палец и вы не свезли и не задели ничего первый слой у нас уже просох я стряхнула лишний акрил и можно переходить ко второму он же будет у нас и заключительным не забываем отодвигать кутикулу это очень важный этап потому что она имеет свойство ложится а если она у вас ляжет то конечно покрытие куда-то далеко и глубоко у вас не получится повторяем все этапы нанесения снова и снова как всегда на все темные на все средние светлые и самые светлые и также супер тонким слоем чтобы видно было наши крупинки использую снова кисточку для градиента эту я брала на вб и даже как-то выкладывала про нее видеоролик не поленитесь и поищите в ленте стаскиваю один цвет на другой и не забываю что между двух цветов вот когда мы смешали кисточку надо обязательно промыть если мы будем тянуть от самого темного вниз к светлому то весь градиент у нас испачкается и нижнего светлого цвета не останется красота перехода из цвета в цвет заключается в том чтобы переход был плавный но тем не менее все цвета достаточно четко просматривались здесь мы уже закончили выполнять второй слой и я все просушила дальше нам остается покрыть только топом разглядываем наш результат кстати говоря топ вот такой я взяла на этот раз топ антивандал напишите в комментариях кто тоже пользуется топами этой серии почему-то сейчас очень прям такое популярное направление чтобы использовать именно вот эти антивандальные топы и как у вас вообще в носке с ними как они антивандалицы действительно ли они не царапаются и какие бренды вы используете а я тем временем уже делаю чистовой опил прорабатываю шариком очень осторожно чтобы не дрогнула рука обязательно держу упор для того чтобы торцы были четкие чистые и очень красивые и в принципе мы уже закончили моя подруга осталась на этот раз очень очень довольна да ладно шучу она всегда на самом деле очень рада и довольна но вы оцените в комментариях как вам такой вариант маникюра